Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Ну вот, как пишут в этом видео, в кавычках, конечно, прекрасно все. Инагент Галкин в Италии на озере Кома отрабатывает свой гонорар на частной вечеринке. Свадьба. Как похвастается потом невеста, свадьба стоимостью примерно в миллион евро и гонорар Галкина примерно в сто тысяч евро. Чья свадьба? Свадьба украинская. Вдумайтесь на секундочку, деньги, выведенные с сопредельного государства, из сопредельного государства, миллионы. Вот посмотрите, когда хватают там и отправляют, так сказать, на передовую обычных граждан, скажем так, при этом показывают Монте-Карло сплошь машины с номерами сопредельного государства, казино Монте-Карло. Здесь тоже, скажем так, нерядовые граждане сопредельного государства устроили праздник. У них праздник, они веселятся, танцуют все замечательно, прекрасное настроение. Ну, жена же президента сопредельного государства купила себе «Бугатти» последней модели за баснословные деньги. А обычные граждане идут, вот задумайтесь, куда вы идете и ради кого. Так вот, друзья, вы знаете, в этом видео прекрасно все, в кавычках опять-таки скажу прекрасно, почему. Почему? Инагент Галкин, который отрабатывает деньги, значит, в Италии, в Италии, как пишут, продолжает платить налоги в России. При этом деньги его, когда он против, идут в том числе и на оборонный бюджет. Это хорошо для нас, но насколько это абсурдно все, да? При этом он говорит в Израиле о патриотизме и о том, что в Израиле вот он, истинный патриотизм. И здесь на вечеринке он выступает, глядя в глаза молодым абсолютно ребятам и девчонкам, значит, которые приехали из сопредельного государства. Ну, явно они не с патриотическими чувствами сорят деньгами в Италии, правда? Ну, вместо того, чтобы, как там говорят, защищать, так сказать, и так далее. Все, у кого есть, сидят в казино в Монте-Карло и празднуют свадьбу в Италии. Нужно задуматься. При этом сами эти патриоты, посмотрите, что делается, когда говорят, там выделяют деньги, еще что-то. Еще раз говорю, все в Европе сорят деньгами, приглашают иноагентов Галкиных и так далее. Просто вот смотришь и диву даешься, что происходит. Он там толкнул речь небольшую, значит, давайте посмотрим. Галкинцы, полуницы и суницы, мружат очи, как лисицы, и хорошенькие в них спитницы. Вау! 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 Так, так! А еще мальчики на полице присматривающие поляницы. Для детей, мамусь, для китцы, а для защиту – рушницы. Все. Вау! Все. Вау! Экзамен сдал? О, щиро дякую! Боже! Ух, гану! Да я ж знаю. Да я ж, я ж такое почапы в чаты. Так мне украинцы говорят, а мы так не говорим. Ну вот, друзья, вы, значит, слышали, какие-то кадры еще были или будут. Вы знаете, еще раз скажу, когда смотришь, просто диву даешься тому, что происходит, потому что в сопредельном государстве там все новости чуть ли уже не детей скоро будут управлять. При этом богатеи выводят деньги, едут, сорят деньгами в Европе, значит, жены покупают себе дорогущие машины, значит, в частности жена президента, да. И на агент Галкин это вообще отдельная история, потому что его чуть ли он там не прослезился, когда говорил о патриотизме в Израиле. Здесь вот взял бы он и сказал прямо в глаза им эти же слова о патриотизме. Чего же вы здесь сидите, деньгами сорите, езжайте, защищаете? Нет, он будет прогибаться, говорить на их языке, но надо деньги отрабатывать, понимаете? Деньги надо. А почему я сказал для нас хорошо? Ну я прочитал, я не знаю правда это или нет, но пишут, что и на агент Галкин продолжает налоги платить в России. Значит, он доходы, которые там получил, он должен будет налоги заплатить. И это хорошо в смысле поступления денежных средств. Если это правда, конечно. Но вообще, конечно, вот знаете, ощущение какого-то абсурда. Ты смотришь на эти кадры, сопоставляешь с реальностью, да? Там люди отдают жизнь, сломанные судьбы, проданные земли за океанским печеньком. Жены, покупающие себе Бугатти на фоне всего того, что происходит, этого всего, да? И на агент Галкин, который говорит о патриотизме, здесь же пляшет перед ними, абсолютно забыв об этом, если платят деньги. Вот ощущение какого-то, знаете, абсурда, возведенного в невероятный какой-то масштаб. Вот это невозможно объяснить. Я смотрю, на улице висят люстры, горят. То есть, невероятно, люди, которые, казалось бы, как преподносят, вот мир должен видеть вот этот вот абсурд, как вот эти патриоты выводят, я уж, простите, скажу, бабки и на них жируют в Европе, пока те, у кого их нет, ложатся в землю. Управленцы обогащаются и едут в казино и, значит, в Америку. Жены управленцев покупают себе Бугатти. А вот такие вот иноагенты-артисты обслуживают там, где надо. Где надо, про патриотизм всплакнем, через два дня на Кипре всплывем. Где надо, промолчим про патриотизм, глядя добрым молодцам, что называется, в глаза, которые, по идее, вот они и должны сидеть патриоты. И он сидел же еще и говорил в Израиле, здесь патриотизм. Посмотрите, здесь дети богатых людей, чиновников, они идут вот настоя... И здесь он тоже, всем он рад, и здесь, и там, и везде, где только можно. Только лишь бы все переврать, извратить. А про Россию у него публикация исключительно о том, что, значит, ракета там куда-то не туда прилетела. То есть искажение фактов, ложь, только с целью, значит, того, чтобы отработать заокеанские печеньки и вбросить опять очередной фейк, и потом не нести за это никакой ответственности. Удивительное дело, абсолютно. Поэтому эти кадры, это, понимаете, свидетельство того, свидетельство всего. И дел в сопредельном государстве, и патриотизма, и коррупции страшной абсолютно там, и, значит, у бигантов там, и здесь у бигантов в виде иноагента Галкина, и самого иноагента Галкина, его лицемерие, с моей точки зрения. Поэтому это, конечно, диву даешься, когда смотришь, что такое возможно. Но такое возможно. Это какая-то параллельная реальность, но она есть. И мне кажется, что на это, конечно, стоит обратить внимание многим людям и сделать соответствующие выводы. В первую очередь жителям сопредельного государства, посмотрев на это, собственно говоря, рядовым я имею в виду гражданам. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Я вас приглашаю на свой основной канал Будда Гришна Новости в Telegram. Ссылочка здесь будет внизу в закрепленном комментарии в описании к видео тоже. Там какие-то мои личные фото, видео, видео о политике выходит практически каждый, некоторых здесь нет. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И приглашаю вас на свой сайт Будда Гришна.ком для бизнесменов, предпринимателей. Повторюсь, если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими, посмотрите, заинтересует, пишите. Друзья, успехов, здоровья, всем пока, до встречи.